В гости ко мне наконец-то приехала моя маменька Татьяна Николаевна, приветик. Ну что, буду угощать тебя урожаем своим? Ну, урожай, конечно, бесподобный. Это уже остатки вообще-то. Такой вырастить, это невероятно. Спасибо тебе. Моя мама тоже активная дачница. Ну, пока, может быть, не всё получается так, как хочет. Но я думаю, что научишься. Я тебе, конечно, буду помогать в этом. Да, вот в этом году ты занялся своим участком. Да, на тебя внимания уже меньше. Поэтому, да, ты мне мало внимания, и у меня не так выросло, как у тебя. Ну, ничего, я говорю, что ты научишься. Всё ещё впереди. Держи корзину, пойдём собирать урожай. Посмотри, какой томат красивый. Вон там. Да, вот это как будто медовый. Пойдём с той стороны обойдём. Да, этот томат называется «Крем-торт» от агрофирмы «Партнёр». Очень он мне понравился. Мы с тобой его не дегустировали. Вот хочу тебе как раз презентовать. О, какой красавчик. Смотри, какая гроздь. Ой, это все дуна даже. Вот, клади. Он очень вкусный, и это сорт. Тебе понравился там один томат? Пойдём. Так, вот ты попробовал уже тихаря вот этот томат. Вот этот, да. Такой сорт. И вот ты знаешь, я не могу тебе сказать, как он называется, этот томат, поскольку маркера не оказалось. Ну, бывает такое, редко, конечно, но бывает. Но ничего, я обязательно... Ты даже не помнишь, что это сорт или гибрид? Скорее всего, это гибрид. Я, конечно, его постараюсь опознать. Нужно сделать фото, отправить Василию Ивановичу, и он, конечно, узнает своё детище, так скажем. Ну, в любом случае, я тебя, конечно, им угощу. Всё это вот остатки. Помнишь, мы с тобой делали дегустацию томата красный факел? Тоже уже остаточки, конечно. Но, тем не менее, ты посмотри, вот это в грозде уже... Бесподобно. ...верхнего уровня, а тоже крупный какой. Да, но это гибрид. Да, это гибрид. Мне тоже очень понравился красный факел. Посмотри, даже вот нету зелёного пятна у клонгоножки. Да, 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 вот это меня поразило, конечно. Бесподобно. А вот ты посмотри вот на это чудо. И это тоже гибрид, называется королева. Какая урожайность. И это ведь осень, конец сентября, и всё ещё спеет. Давай я тебе сниму шикарную гроздь. Да посмотри, какая прелесть. Да, обалденно. И сколько по весу здесь, наверное, килограмм больше. Полтора, но он даже есть, да. Вот, держи. Пойдём-ка, я тебе ещё мелкоплодных дам. Знаю, что ты их не особо любишь. Так, сейчас. Всё чистенькое, можешь прям... Ой, вот он уже немножко перевисел. Нужно пораньше его снимать. Вкусный. Но они уже переспелые, прям мягкие. Переспелые, да. Но вкусные. Очень вкусные. Даже переспевшие вкусные. Сейчас срежем два разных перца, но очень-очень увесистых. Вот первый – это гибрид-партнёр. Ну, держи вот этого красавца. Посмотри, какой увесистый. И, видимо, очень стенки толстые. Да, он-то прям толстостенный, прям шикарный гибрид. Вкусные, сладкие. Очень вкусный перец, действительно. Я больше люблю именно красные перцы. Вот мне они, кажется, гораздо слаще. Да. Так, идём ещё один перчик. Очень красивый. Тоже уже такие остаточки на этой грядке. Это перец Требе. Даже не самый, кстати, крупный экземпляр. Тоже перчик от Агрофирмы Партнёр. Держи. Вот у меня были экземплярчики в два раза побольше. И, кстати, вот был один комментарий от телезрительницы, который тоже выращивал перец Требе. Дескать, он не очень урожайный. Ничего подобного. Вот у меня на этом кусте перца было 7 штук вот таких вот гигантов. 7 штук было гигантов. И то ещё я очень поздно высадил рассаду. Если бы ещё раньше, то, может быть, даже и вторая волна перчиков была. Вот. Возьмите на оборужение. Удивительно. Завидно. Не завидуй, а кушай. Ты всё жалуешься, что у тебя не получается петрушка. Да, да. Такая нет. Вот ты знаешь, как я её выращивал? Я ведь вспомнил. У меня она была весь июнь и июль под белым нетканным материалом. То есть, когда было холодно, тоже было комфортно. И когда вот пошла жара июльская, видимо, она тоже не очень жаруто предпочитает. Поэтому вот в следующем году попробуй тоже выращивать под белым нетканным материалом. Да, да. Ну и от сорта, кстати, тоже очень много зависит. Вот это сорт петрушки Риалта. Очень популярный сорт, который вот получается вот такими шапками. И, кстати, я всегда вот скептично относился к кудрявой петрушке. Считал, что она достаточно жёсткая. Но вот петрушка Астра оказалась очень нежной. Сейчас я тебе её тоже нарву и дам попробовать. В связи с тёплой погодой петрушка стала расти, даже у меня на даче стала расти. Я её срываю, а она всё растёт и растёт. Сейчас комфортная, да, видимо, для неё погода. Да, да, да. Такая поливая. Не нужны такие интенсивные, поскольку и дожди были. И, собственно, сейчас почва так меньше пересыхает. Что удивительно, именно от сорта зависит, наверное. От сорта очень, кстати, много действительно зависит. Она не идёт в стрелку. У меня прошлый год была петрушка, не успела вырасти и сразу пошла в цвет. Я что ни делала, обрывала этот цвет. Всё равно бесполезно. А эта, смотри, что у неё нету. Нету? Нету цвета. Держи. Я тебе ещё хочу дать на пробу новые моркови. Это гибриды, которые будут продаваться только в следующем сезоне. Сейчас вот их испытываем. Но я уже выкапывал эту морковку, мне она очень понравилась. И это светлые сорта, бежевый и белый, которые подходят для кулинарии, для супов, для плова и так далее. То есть там нету сахара вот такого характерного, а именно вот для таких вот целей. Сейчас вот давай выкопаем, тоже тебе дам. Я даже не знаю ещё сорта, даже названия, пока они все под номерами. О, какая морковка получила хорошенькая. Держи. Я помню, у меня один кавказский мужчина делал плов года два назад на даче. И он просил именно купить вот такую белую морковь. А вот как раз. Вот это бежевая, а вот это вот сорт белой моркови. Так, вот на, держи белую морковку. Сейчас ещё копну. Ну, прелесть, а не моркова. Так, ну и лук-порей, конечно, тебе нужно. Сегодня чего-нибудь вкусненькое изготовишь, овощную рагу. Лук-порей у меня всегда хорошо получается. Он любит тебя. Любит, и я его, потому что очень люблю. Гораздо больше его люблю, чем лук репчатый. Ты все растения всё равно любишь, они тебе отдают то, что ты отдаешь им. Виноград не люблю выращивать. Вот просто вот. И он меня тоже. Сейчас я тебе выкопаю хорошенький экземплярчик получка-порея. Ты посмотри, какая толщина лука. Ух ты, я такой ни разу не видела. Это лук-порей, элефант. Лук-порей, конечно, как и многие луки, любит хороший обильный полив. Ну и, конечно, подкормку. Причём я даже листву-то вот эту не выбрасываю, тоже её либо сушу, либо тоже отправляю в рагу. Ну, получается, вот внушительный сорт, элефант. А это можно же заморозить. Можно заморозить, да, сушить. И класть потом в блюда. Мама, я, кстати, ведь не знал, что, оказывается, ты любишь использовать в кулинарии жгучий перец. Я теперь тебе буду его и сажать на дачу, и побольше выращивать. Да, мне понравилось. Только я пока ещё норму не определила, какую. Мне много его нельзя, но вкус он придаёт. Да и для заготовок. В огурцы солишь, туда перец. Да, да, да. Я сейчас положила. Посмотри, вот на этот сорт называется флорентино. Он растёт в 10-литровом кашпо, и при этом, при всём, вот какая у него урожайность потрясающая. А если бы он ещё и в грядке рос, то там получился бы огромный куст и весь усыпан вот такими красивыми перчиками. Ну, давай вот на руку. В хороших условиях в грядке перцы получаются гораздо длиннее. В общем-то, они побольше. Вот я, когда был в агроферме «Партнёр» на опытной площадке, вот там, конечно, просто шикарные перцы. Действительно, они очень длинные. Но поскольку в кашпо, я думаю, что и это очень даже неплохой результат для перца. Причём все такие красивые, ровненькие. Цвет очень красивый. И он, не сказать, что прям вот очень острый перец, то есть средней остроты, вот то, что нужно. Да, да, да. Вот здесь поэтому я не знаю, сколько я кладу по одному, но, кажется, даже два можно положить. Можно. Ну что, маменька, вот тебе гостинца. Да, но сегодня... Такая вот внушительная корзина. Представляешь, вот осень, конец, конец сентября, а мы ещё с урожайчиком. Да, и ещё там у тебя так много всего. Да, приезжай почаще. Обязательно. Ну, раз так встречает меня сынок, я теперь буду сама ездить. Да? Да. Высококачественные семена овощных и цветочных культур от агрофирмы «Партнёр» спрашивайте в магазинах вашего города или заказывайте на сайте «Семена Партнёр». На сегодня это всё. С вами работал Виталий Декабрёв. Подписывайтесь на мой кулинарный канал «Виталий Декабрёв на кухне». Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаю здоровья вам и вашим растениям. Пока. Виталий Декабрёв